Всем привет! Это Евгений из Architect Leather и сегодня мы посмотрим на ременные полосы, которые я использую для своих ремней. Это Hermann Oak Old World Harness, это Harwin Chromexel и English Bridal от JFJ Baker. Мы сравним их между собой, посмотрим на толщину, посмотрим на покрытие, на жесткость и пластичность кожи, а также посмотрим на мои ремни, которые выполнены из этой кожи, посмотрим как они носятся и как стареют со временем. И начнем мы с кожи Harwin Chromexel. Это кожа от фабрики Harwin, комбинированное дубление, именно эта полоса в цвете бургунди, такой винный цвет, с выраженным pull-up эффектом из-за того, что она пропитывается маслами, при этом обратная часть не окрашена, довольно гладкая, не ворсистая, на ощупь такая бархатистая. Если прислушаться к аромату, то он такой сладковатый, явно чувствуется запах масла. Сама эта кожа не очень толстая по сравнению с этими, то есть мы будем начинать по мере уплотнения и толщины кожи в полосах. Эта кожа обычно идет 3,6-4 миллиметра, и при этом немного тянется, то есть она довольно плотная, но при этом после носки, после, например, года носки, она может на одно деление немножко сместиться, на одно деление ремня. То есть если, например, вот, например, мой ремень из кожи Harwin Chromexel черного цвета, видно, что я его ношу либо здесь, либо здесь, это зависит как от посадки штанов, так и, например, от того, что немножко кожа растянулась, но не сильно, то есть больше, ну, наверное, все-таки наполовину сможет, может сместиться, поэтому это нужно учитывать. При этом сама кожа, она мягкая, комфортная, то есть этот ремень нужно заказывать, если вам нужна комфортная носка ремня на каждый день, при этом удобно в нем и сидеть, не давит ни в бока, ни в живот. Очень комфортная одна из моих любимых кожи для комфортной носки. Дальше у нас идет English Bridal, это английская кожа растительного дубления, а также ямного дубления, то есть кожа дубица выделывается, обрабатывается в яме. Если вам интересно там про, узнать про виды дубления, то есть это хромовое или химическое комбинированное растительное, ямное, минеральное дубление, то напишите, я сделаю отдельное видео. Так, перейдем к этой полосе. Кожа племенных быков, она уже идет потолще, 5-5,5 миллиметров толщиной, при этом она довольно мягкая, то есть сначала может показаться, что она немного плотная, такая жесткая, при этом со временем она становится мягкой в носке. То есть, если посмотреть на мой ремень из кожи English Bridal натурального цвета, то здесь видно, насколько пластичная стала кожа при носке, а также насколько пластичная можно понять по присгибе ремня вот здесь, где пряжка. То есть, видно, что она не потрескалась, не заломалась при загибе, ну, конечно, при этом нужно его разминать перед этим. Так, лицо кожи покрыто воском белым. Насколько я знаю, это сделано для того, чтобы хранить в суровых английских морозах кожу, ну, как и у нас примерно климат, на самом деле, в Питере, ну, в России в целом. При этом сам цвет истинный лице черный. При изготовлении ремня можно будет кожу заполировать, и она будет идеально черная. На обратке тоже видны следы воска. Обратка не окрашена. То есть, здесь такой лицевой окрас покрывной черного цвета. При этом кожа со временем не теряет цвет, не протирает, не стирается это покрытие. Оно остается таким же, каким он был. Вот, например, здесь, кстати, кожа с двух сторон окрашена в зеленый цвет. При этом середина кожи натурального цвета. Это мой ремень из кожи English Bridal зеленого цвета. Если смотреть на то, как меняется кожа со временем, этот ремень зеленый, например, я его носил около 4-5 месяцев, так как я все время меняю ремни. Вообще, ему около года, и он совсем не поменялся пока что. Слишком мало я его ношу. Обратка немного осталась воск. При этом на лице, я его специально не полировал, воск на лице полностью стерся из-за того, что, например, там свитер или футболка поверх. При этом это натуральный материал, то есть в футболке и свитере ничего не будет от этого. Край. Край кожи сохранился практически идеальный. Он, конечно, не блестит, но он не ворсится. Это, конечно, связано еще с тем, что я его неплохо так зачищаю шкурками по нескольку раз, но при этом с кожей довольно комфортно работать. Так, с English Bride вам пока все. Теперь переходим к одной из моих любимых полос. Это американская кожа из Миссури. Артикул Old World Harness от фабрики Herman Ock. Это тоже ямное дубление. Кожа маслянистая, довольно толстая. То есть здесь уже идет 5,5-6 миллиметров. При этом она довольно комфортно носится. То есть здесь можно посмотреть, что она неплохо так гнется. Виден выраженный pull-up эффект. При... Если прислушаться к аромату, то он немного сладковатый. Не супер явный. Если сравнить с кожей English Bridal, то здесь, конечно, специфический аромат. Сначала он мне не понравился. Он для меня изначально пах рыбой и солью. И был такой очень резкий. Это... Это известный факт. На самом деле это аромат дубилин, а также бочек и ванн, в которых обрабатывается. А также вот этого воска, да, может пахнуть солью. И вот эта кожа, она... Сам аромат, он... Можно сравнить его с сыром, с плесенью. То, что сначала тебе он не очень нравится, как многие новые вещи. Но со временем, прислушиваясь к аромату, ты можешь его немного... Проникнуть с этим ароматом. И он не кажется тебе уже неприятным. Наоборот, ты... Он довольно резкий. Но при этом тебе он начинает нравиться все больше и больше со временем. Возвращаясь к Hermann Oak, как я сказал, кожа довольно плотная, при этом комфортная в носке и довольно редкая. Если сравнить с English Bridal, то и с Chrome XL, то Chrome XL и English Bridal примерно одинаковы по стоимости. Немного Chrome XL подешевле, сама заготовка. Если посмотреть на то, как меняется со временем кожа, видно, что она потемнела немного. Уже видны следы патины, особенно в месте, где ремень соприкасается с пряжкой. Пряжка из латуни, поэтому она дает дополнительную патину. Здесь я сделал такую декоративную беговку. Если посмотреть на обратку, то из-за джинс, из-за трения, видно, что остались темные цвета, что, конечно же, является плюсом для всех любителей патины. А если взглянуть на кожу из Chrome XL, то здесь эти полосы видны тоже. А если посмотреть на кожу Chrome XL натурального цвета, который я носил дольше, то здесь вообще можно видеть вот такое. Ремень я ношу около, наверное, полгода, чуть поменьше, возможно. Но теперь это стало моим ремнем на постоянной носке. Сейчас я ношу вот этот ремень и черный. Черный, если нужен классический, более-менее лук. Плюс, например, черные джинсы, там, где спортивный какой-то стиль. Это более такой херетажный и рагет стиль, что называется. Такой стиль под патину. При этом держать одно удовольствие эту заготовку. На ощупь она очень приятная. Кожа Chrome XL на ощупь до сих пор стала такой маслянистой. Здесь видно, если, например, по новой заготовке провести пальцем, то можно видеть небольшой след из-за того, что она такая довольно жирная. Эта кожа менее жирная, но при этом ощущается вот эта маслянистость. Плюс, плап эффект говорит о том, что кожа пропитана маслами. По моему мнению, это одна из лучших полос, с которыми я работал в целом. И когда она появится опять на рынке, я еще закуплю несколько. Так что, если вдруг кто-то хочет себе такой же ремень, то у меня есть одна заготовка. Заходите на сайт и заказывайте. Вообще, все эти ремни есть на сайте. Ссылка будет в описании. Поэтому, если что, если вам нравится это, если вам хочется такой же ремень, очень редкой полосы, классной кожи, то, конечно, заходите. Так, на сегодня, я думаю, что это все. В целом, я рассказал обо всем, о чем хотел, в сравнении этих полос. Если вам какие-то вопросы еще остались, или о чем-то я забыл рассказать, то напишите комментарий, я обязательно сниму продолжение. Возможно, кому-то интересно будет посмотреть на кожу этрусско-итальянскую, посмотреть на натуральные полосы натурального цвета, растишки, как они меняются со временем. Тоже напишите мне комментарии, поставьте лайк этому видео, напишите какие-то вопросы, может, про которые вы бы хотели узнать еще дополнительно. Спасибо большое, подписывайтесь. Всем пока.